Приветствую вас и давайте попробуем задать себе вопрос. Почему вы ревнуете? Вот реальных причин для ревности может быть две. Первое. Это соответствующее поведение вашего молодого человека, вашего партнера. Его поведение в данном случае является вызывающим. Его поведение является, скажем так, не совсем удовлетворительным для вас. Он ведет себя по отношению к вам недостаточно увольнительно, делает то, что вам не нравится, проявляет внимание другим девушкам, допустим, девушкам и так далее. Второй момент связанный с вашей личной реакцией на отношения. Вам кажется, что ваш мужчина недостаточно уделяет вам внимания, вам кажется, что вы сами недостаточно привлекательны для него и сомневаетесь в себе. То есть для начала, для того, чтобы понять, как контролировать ревность, нужно определиться с ее источником. В чем вы или в ком вы сомневаетесь? В себе или молодом человеке? Если вы сомневаетесь в себе, то они работают над личной, внутренней самооценкой. Нужно повышать ее, нужно работать над собой в плане того, чтобы, во-первых, выглядеть чисто внешне, именно так, как вы хотите. Иметь реализацию в других сферах деятельности, кроме личной, то есть чтобы вы реализовали, допустим, как профессионал, как друг, как ребенок своих родителей и так далее. Чтобы вы чувствовали, что вы успешны, что вы удовлетворяете свои потребности и чтобы вы знали, с чего вы стоите. Дальше. Необходимо вам самой понять, почему вы считаете, что менее привлекательны для твоего молодого человека, чем, допустим, другие девушки. Чем это конкретно обусловлено? Не является ли ваше сомнение просто страхом? Страхом потерять своего молодого человека, желанием привязать его к себе. И тогда это чувство продиктовано тем, что он вам для чего-то нужен. Ваш молодой человек нужен вам для того, чтобы реализовывать с ним какие-то свои потребности и желания. Он вам нужен, вы боитесь его потерять, и именно поэтому ревнуете. Но ведь истинные отношения, отношения равноправные, искренние, они основаны не на потребности девчонка рядом с человеком, они основаны скорее на желании делать этого человека счастливым. И потому ревность есть эгоистичное чувство, направленное на вас, а не на вас, а не на правдого человека. И в этом случае, если вы все-таки сомневаетесь в самой семье, можно порекомендовать одну небольшую хитрость. Когда вы испытываете реальность и хотите своему партнеру заказать сцену, то есть предъявить какие-то претензии, да, поругаться, кричать, устроить скандал. В этот момент постарайтесь обязательно проявите няжесть, ласку и заботу. Этим вы добьетесь в следующих целях. Во-первых, вы не будете лишний раз намекать своему партнеру о том, что он может изменить, потому что когда вы ревнуете, вы поселяете в его голове возможность, мысль о том, что можно от вас уйти, можно с вами отношения там оторваться и так далее. Второе. Вы идете на пути сближения в данном случае. Когда вы проявляете дежность и становитесь ближе, вы генерируете позитив в ваших отношениях, вы, по сути дела, дарите своему партнеру счастье. То есть то, что изначально дают отношения. И поначалу вам будет тяжело это делать. Поначалу вам будет нелегко заменять поведение ревнивицы на поведение любимого человека. Но увидев эффект, а эффект будет положительный, как и от любого положительного действия. Вы автоматически после двух-трех раз накрепите такое соль поведения за собой и уже неосознанно будете так реагировать. Этим вы сможете защитить свои отношения. И что самое главное, та энергия, которая вас тратит на ревну, на деструктив, будет перенаправлена на положительные эмоции, на конструктив, что сделает отношения лишь крепче, прочнее и долговечнее, а также искреннее и более глубокими. Если вы сомневаетесь в мужчине, то здесь ситуация достаточно очевидна. Если мужчина ведет себя вызывающе, то тогда либо вы недостаточно сильно, недостаточно очевидно и ясно донесли до него, что вам неприятно его поведение, и что вы не принимаете такой формы отношения к вам. Либо мужчине попросту все равно. Если первое, то нужно все-таки более ясно донести до человека свою точку зрения. Может быть он не знает о том, что вам не нравится. Дело в том, что мужчина судит по всему за своей психологией, со своей точки зрения и для них даже. А даже общение в форме флирта с другой девочкой не может не являться чем-то плохим. Он вам скажет, ну а что я делаю? Я просто общаюсь с ней. И без разницы, что вам это не нравится, без разницы, что затрагиваются интимные темы. Мужчина этого не замечает. И только если вы несколько раз очень серьезно скажете своему партнеру, что вам это не нравится, то он при наличии безусловно чувств к вам обратит на это внимание и перестанет. Если он не перестанет, и это уже второй случай, то в таком случае либо вас одной мало, ему нужно еще кто-то, и тогда уже вам предстоит решать, готовы ли вы мириться с таким поведением или нет. Если не готовы, то с таким человеком нужно расстаться, то есть сказать, что вы мириться с его поведением не собираетесь. Мама не нравится вас, она оскорбляет, унижает и так далее. И просто расстаться на какое-то время, человек поймет, что все серьезно, и если он маме дорожит, он изменит свое поведение и вас вернет. Если чувств к вам искренних у него нет, то возвращать вас соответственно он не будет, а напротив еще и оскорбит вдобавок. Вот примерно так можно взять контроль над ревностью и, собственно, изменить свою жизнь к лучшему. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы вам стали, то обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду вам благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok